привет друзья а знаете когда наша система начала разваливаться но у нас в ссср знаете ну маркетологи которые работают над тем чтобы сделать рекламу какую-то или еще что-то вот я однажды увидел было написано вечные ценности такая красивая музыка и название банк но у меня инстинкт интуиция потому что для меня вечные ценности это общечеловеческие ценности но так называемые духовные ценности это способность любить сопереживать созидать творить создавать новое чувство бесценности живого способность оказать помощь помочь нуждающемуся там вечные общечеловеческие ценности а то вдруг появилась вот это потому что маркетологи они же момент востребованности начинает чувствовать и под это подстраивают рекламу да вот эта фраза вечные ценности именно название банка но мне тогда интуитивно показала начался развал почему потому что такой вектор появился но это было очень давно и вы можете поискать где-то в интернете эти вечные ценности и какой банк с этого начал но не дело не в банке один самой тенденции векторе направление развития и вот когда вот вектор направлен именно на материальные ценности они на общечеловеческие ценности тогда и происходит вот такой перекос ну и соответственно развал всего потому что человек целостная сущность духовно физическая у нее из тела душа вот и должно быть все согласованные психические физиологические процессы и поэтому человек находится постоянном конфликте с самим собой потому что у него есть от рождения потенциал потенциал человека с этими вечными ценностями когда он попадает в ситуацию не востребованности этих ценностей а востребованности каких-то других не возникает стресс а стресс это очень высокое напряжение это неуправляемый транс с ожиданием негативного исхода ситуации стресс это транс а нам надо вот в нашей школе человек будущего мы учимся использовать эту энергию стресса потому что генератором этого стресса это вечный конфликт человека с самим собой с его внутренними потребностями вот этими главными общечеловеческими да и с тем что у вас требуется от него какую роль он исполняет исполнитель он сейчас или созидатель творец занимается любимым делом где есть соответствие между его сущностью между его природной предназначенностью между его миссией где он занимаюсь любимым делом чувствовать себя человеком чувствует себя творцом то есть он чувствует что от него что-то зависит у него появляется чувство ответственности ну вот когда он просто винтик когда от него ничего не зависит это поэтому пьяный напьется чтобы снять стресс и я я я могу то есть он там пытается таким образом химически так сказать хотя бы это смоделировать ну да а мы занимаемся тем чтобы с помощью приемов саморегуляции научиться это делать без химии своим естественным способом потому что в нашем организме есть внутренняя аптека все гормоны для того чтобы человек выздоровел чувствовал себя свободным счастливым эндорфины вместо адреналинов но там много чего происходит у человека самое главное вот я сейчас сел специально включил свет поставил опять вот эту мы уже пятая картина после той последний жених а это уже последний жених чудесник у него же три цветка видите весь он такой вот ну может там еще что-то дописать это пишу вы подскажите я жива слушаю я вас слышу и вы коменты ставьте под видео и советы давайте как сохранить человечество и разум на планете пожалуйста свои мнения не соглашайтесь со мной потому что сейчас хочу сказать важную вещь вы можете не согласиться по моему мнению человек не просто так свалился с луны не так он вдруг возник и откуда взялись у него эти общечеловеческие ценности откуда у него взялась вот это духовное начало я хочу сказать причин тут самое главное не путать причины здесь потому что мы понимаем что вот было было живое она развивалась развивалась дошло до человека и вдруг у него ценности появились нет наоборот причина заключалась в том что природа в своем развитии своей эволюции живого она стремится к более выживаемости по такому пути где сохраняются наиболее выживаемые качества а поживаемые качества это как раз таки способность созидать это общечеловеческие ценности способность любить сопереживать сотрудничать и вот эти качества вот этот фильтр отбора путем перебора и в конечном счете образовался человек с этими ценностями которые и были которые были потенциально изначально фильтром до образования человек именно этими качествами те под моменты развития те этапы эволюции живого привели к образованию человек в котором эти качества и есть поэтому он и стал человеком потому как и этими качествами и становился человек вот же понимаете как я не знаю как это вам объяснить это наверное надо по-другому еще как-то объяснить но я постараюсь еще и по-другому объяснить следующий раз а еще есть вопрос такой не случится ли какая-то катастрофа астрономическая вдруг упадет метеорит какой-нибудь наступит окопалипсис вот это слово никогда не могу говорить ну в общем вы понимаете нет место у нас на земле тихая потому что точно также прежде чем появилась живое причем появились мы с вами прошло миллионы миллионов 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 лет именно сам процесс отбора вот этот период жизни возникновения жизни из неорганической жизни в органическую жизнь растения потом белковой жизни потом в конце концов животные потом человек на это ушло много много лет во время которых никаких катастроф не происходило такие глобальных и поэтому именно здесь и появилась поэтому я написал там в одной своей новелле в прозеру а место здесь на земле тихая но само по себе что здесь возникла эта жизнь говорит о том что здесь тихое место иначе просто не возникло поэтому такой астрономической катастрофы то бояться не надо надо бояться катастрофы в себе катастрофа у нас заключается в том что у нас иногда происходит перекос не на те ценности материальные ценности это очень важно очень важно мы все понимаем что без денег жизни нет потому что это универсальный язык свободе ты за деньги было что купить за деньги машет и купить это для выживания но есть вещи за которые ну как бы ты за деньги не купишь вот это любовь сопереживание ты никогда за деньги не купишь это уже духовно вот есть материальные есть духовные духовные это что такое духовное это общечеловеческие то есть по существу духовное развитие и то есть развитие нашего сознания воспринимать всех людей они только себя эгоистические а любовь но там же говорится бог есть любовь а ты рай и царство божие в тебе есть но во многих религиях это говорится в тебе это есть и вот конфликт это внутри нас что перекос не проходил нам самое главное найти баланс между духовными физическими ценностями то есть между духовными материальными ценностями а в организме это происходит согласование между психическими и физиологическими процессами и метод ключ как раз таки основа на принципе подбора путем перебора то есть по существу как и эволюция человека методом проб и ошибок как и вся вселенная происходит до по закону сохранения энергии но мы потом об этом поговорим ну если хотите 3 диндийскую философию откройте там много разных школ как произошло сознание команд как сама светящий свет сознания одна из школ да что такое отман что такое брахман ну потому что то что я говорю на самом деле миллионы лет назад уже придумано все потому что восточное мышление это сконцентрированный опыт тысячи лет тысячи лет а западное мышление просто оттуда берет трансформировать на новом языке возникает философии все философии которые возникли в мире они давно уже были они вечны просто каждый век ищет новый язык чтобы соответствии с текущими изменениями коммуникация была нормальность человек чтобы до него достучаться ему объяснить а нормальный человек это человек который болеет не только себе но и близки готов оказать помощь ближнему а вообще масштаб мышления когда у человека большой он болеет не только себе и близких но и обо всем человечестве вот это есть духовное это есть духовное болеть не только себе потому что как я уже говорил будешь болеть только себе один и останешься да друзья таким образом вечные человеческие ценности я уже сказал да и поэтому когда я увидел первый раз у нас советском союзе вечные ценности это банк это деньги я тогда понял что пошел перекос потому что просто так реклама не возникает они возникают с чувством они чувствуют какой тренд появился и поэтому это был очень хороший банк но вы можете поискать вечные ценности да и узнать какой это был ну привет друзья до встречи до связи